В Москве состоялся круглый стол, посвященный второму обретению чудотворной иконы Божьей Матери, именуемой Державной. Организаторами круглого стола выступили издательский отдел Московской Патриархии и фонд Патриарха Гермогена. По промыслу Божьему чудотворный лик был явлен России в 17-м году, когда царь Николай отрёхся от престола. За советский период православие было практически уничтожено. Народ утонул в крови гражданской войны. Затем грянула Великая Отечественная. Спустя десятилетия мучения русского народа Господь явил нам свою милость. Икона Божьей Матери была явлена новой России и возвращена в Москву. Те чудеса, которые были от неё явлены в это время, даже тот сам факт, что на воссоединение канонической церкви именно возили икону Державной Божьей Матери, и перед ней молился весь мир. И она сегодня находится на своём прежнем месте в селе Коломенском. Я хочу сказать, что это яркое доказательство того, что, конечно, чудотворные иконы, они должны возвращаться в церкви. Действительно ни для кого не секрет, что чудеса по молитвам перед иконами Царицы Небесной не раз спасали русских воинов в ожесточённых боях с фашистскими захватчиками, даже в период богоборчества. Принято считать, что русская земля является уделом Пресвятой Девы. Владимирская Божья Матерь в Москве, Смоленская с запада, Иверская с севера, Тищинская, Иверская с юга, Тищинская с севером, Казанская с востока, то, конечно, державная в нашем сердце, и она даёт ощущение силы, мощи и надежды на наше будущее. К знаменательной дате организаторами был составлен Акафист, посвящённый второму обретению образа Пречистой. В рамках круглого стола было составлено обращение к святейшему патриарху Московскому и всей Руси Кириллу о рассмотрении вопроса внесения 22 июля в церковный календарь, как второе обретение чудотворного образа Божьей Матери Державная.